Всем привет! Это Строительный Сериальчик. Сегодня я вам расскажу, зачем мы переделываем выводы из пола на радиатор на выводы из стены. Итак, у нас стяжка стандартная от застройщика оставлена. В Питере всегда квартиры в основном сдаются со стяжкой и со стенами из газоблока или там по загребням. Стяжки остаются обычно и сохраняют. И трубы, естественно, идут под этой стяжкой. Вот здесь вот у радиатора всегда есть соединение. Идет приход теплой воды и обратка. Питание и обратка. И здесь стоят тройники. Далее трубы отходят вбок и из пола торчат либо трубы, либо хромированные трубы, либо обычные трубы страшные. И вот к этим выводам подключается обычный радиатор у застройщика современного. Мы это дело все переделываем. На это есть несколько причин. Первая причина в том, что очень часто вот эти тройники, то есть это не целиковая труба, тройники всегда здесь есть, сделаны через одно место. И разбивая стяжку и получая к ним доступ, мы имеем возможность их грамотно переделать, дать гарантию заказчику, что у него там ничего не протечет. И поверьте мне, в 20-30% случаев эти тройники сделаны очень опасно. А иногда даже бывали случаи, что мы их открывали, они уже текли, там были лужи под стяжкой, или на них образовывался капельный конденсат, потихонечку они начинали протекать. Либо были сделаны настолько опасно, что могли бы потечь в любой другой момент. Поэтому всем рекомендую всегда выводы переносить, потому что в первую очередь вы проверяете, как застройщик до этого сделал соединение. Потому что если вы это не проверите, и оно там будет постепенно течь под стяжкой, ну у вас в любом месте может начать появляться плесень. Там наклон основания идет, вода не здесь пошла, начала постяшка распространяться, и вдруг у вас в другом углу началась речь стукатурка, и пошла плесень. А вы даже не будете знать откуда, будете думать, что где-то в основном где что-то протекает. Это реальность, и я ни разу не сталкивался. Все, мы делаем новое соединение, даем гарантию, делаем это аккуратно. Проводим трубы, вот таким образом, и выводим их в стену. Все, посмотрите, все, у нас они заведены в стену, здесь стоит красивый бинокль, сейчас мы закрыт скотчем. Вот здесь идут выводы из стены, сюда потом после отделки, радиатор, перед малярными работами, мы снимаем, здесь все отделываем. Сюда потом еще ставится специальная пластиковая накладка, которая закрывает выводы, и все очень красиво смотрится. Плюс в чем? Плюс, что вы когда напольное покрытие стелите, вам не надо коронками делать какие-то отверстия, чтобы пройти через эти трубы, да, и у вас проходит целиковый плинтус. Опять-таки, эти трубы с пола не касаются. Еще одна проблема, которая у вас может быть, когда вы снимете радиатор, отштукатурите стену по маякам с прямыми углами, у вас вообще радиатор на эти трубки от застройщика может обратно не встать. Не все застройщики делают специальный допуск на штукатурку. Это тоже проблема, поэтому старайтесь всегда это менять. Да, у вас на один радиатор, на материалы, на работу в общей сложности уйдет, ну, тысяч 8-10, но от этого никуда не деться. Зато вы знаете, что у вас есть гарантия от нормальной команды, зато вы знаете, что у вас напольное покрытие резать не надо, плинтус резать не надо. По-моему, это очень классно, и в это стоит вложиться, если вы делаете хороший капитальный ремонт. Давайте посмотрим, здесь лучше видно. Смотрите, то есть здесь раньше радиатор стоял, вот в этом месте были выводы, мы все дело вскрыли, здесь сделали новое соединение на трубах, замазали обратно, в этом месте до труб добрались, поставили здесь тройники и вывели вот сюда вот вывод на стену. Так как у нас с вами подоконная часть, это у нас кухня-гостиная, вон в мешах-то, видите, так как у нас с вами подоконная часть была убрана, чтобы поставить сюда французские двери, либо двери патио раздвижные, то радиатор уже в этом месте, ну, не смотрелся бы, в этой части будет стоять мебель, поэтому мы перенесли с этой стороны, и сюда поставим вертикальный красивый радиатор-зендер. Сейчас я вам покажу, как это выглядит в других ремонтах, чтобы вы понимали. И у нас получится, что будет стоять окно, и справа от него красивый вертикальный радиатор, который обогреет и это помещение, и когда у вас на лоджии будет открыта дверь, учитывая, что здесь еще будет везде теплый пол, этот радиатор обогреет и гостиную, и кухню-гостиную, и вместе с теплым полом еще всю эту лоджию, и на этой лоджии будет так же тепло, как и в остальных помещениях. Надеюсь, я вас убедил, задавайте свои вопросы, обязательно переходите по ссылочке, подписывайтесь на строительный сериальчик, где все вот эти этапы, друзья, как мы сейчас делаем ремонт, я снимаю на каждом этапе, и вы увидите, как эта квартира из обычной новостройки без отделки превращается в классный проект. До новых встреч, пока-пока!